Всем привет, меня зовут Артём, и у меня, как обычно, новости кино. Киану Ривз в роли Джонни Кейджа, подробности нового Resident Evil, детали продолжения Снайдерката, целых два трейлера Отряда самоубийц Джеймса Ганна и полная перезагрузка трансформеров. Поэтому хорош трепаться, или, как говорится, Cut the Crap. Новости недели. Спустя год с начала пандемии, кинопрокат медленно, но все-таки встает на ноги. Как вы помните, в этом году Warner Bros. потрясли индустрию, заявив о том, что все крупные релизы студии выйдут одновременно в кинотеатрах и на стриминге HBO Max. Это решение критиковал весь Голливуд, и ворнеры, кажется, прислушались. На днях студия заключила соглашение с киносетью Cineworld, согласно которому студия вернет окно между выпуском картин в кинотеатрах и на стриминге. Правда, теперь это окно станет вдвое короче. Фильмы ворнеров попадут на стриминг HBO Max через 45 дней после релиза в кино, а не через 90, как это было раньше. Соглашение начнет действовать с 2022 года, ведь до конца 2021 компания будет выпускать свои фильмы в кинотеатрах и в сети одновременно. Disney тоже меняет свою стратегию, правда, в другую сторону. Видимо, после слабых результатов «Рая и последнего дракона» компания окончательно потеряла веру в кинопрокат. И несмотря на протесты Кевина Файги, «Машиный дом» решил все-таки выпустить «Черную вдову» одновременно в кинотеатрах и на стриминге Disney+. К тому же картину перенесли аж на два месяца, и теперь сольные приключения Наташи стартуют 9 июля. Такая же судьба постигла и Круэллу. Теперь фильм про злодейку из 101 далматинцев выйдет 28 мая, одновременно в кинотеатрах и на Disney+. А вот новому мультфильму от Pixar «Лука» повезло меньше. Он отправится прямиком в Disney+, 18 мая, минуя кинотеатры. Переносы коснулись и других релизов студии. «Шан-Чи. Легенда. Десяти колец» переехал на 3 сентября, главный герой на 13 августа. «Кингсман. Начало» на 22 декабря, «Глубокие воды» на 14 января 2022 года, а «Смерть на Ниле» на 11 февраля 2022 года. Помимо диснеевских картин, вновь переехал и сиквел «Венома», правда всего на неделю. «Веном. Добудет карнаж» выйдет 24 сентября. На неделю перенесли выход экранизации «Мортал Комбата» в США с 16 апреля на 23-е, по слухам из успеха «Годзиллы против Конга», который уже собрал более 120 миллионов долларов по всему миру. И это лучший старт за все время пандемии, так что неудивительно, что Ворнеры хотят дать фильму еще немного времени, тем более, что теперь «Черная вдова» больше им не угрожает. В России, правда, премьера «Мортал Комбата» до сих пор запланирована на 8 апреля. А официальный инстаграм-аккаунт российского представительства Warner Bros. недавно опубликовал тизер фильма, без изменения даты премьеры, так что кажется, что у нас «Битва смертных» состоится раньше, чем в остальном мире. Но режиссер картины Саймон МакКоэт поделился разными деталями сюжета. Стало известно, что в фильме не будет нарушений таймлайна, как в игровой серии, так что Рейден не вернется в прошлое, как я предполагал. Фильм практически полностью будет происходить в нашем времени за исключением всего одного флэшбэка в Древней Японии в самом начале фильма. Это, как мы поняли, с трейлера будет «Сражение Скорпиону и Саб-Зиро», и именно их конфликт станет основным сюжетным стержнем фильма. Также режиссер пролил свет на то, почему вырезали Рейна. В изначальном сценарии присутствовал Эденский принц. Вот только его появление должно было произойти в малозначительной для сюжета сцене, которая, тем не менее, была очень зрелищной, а значит и очень затратной. Поэтому-то создатели решили убрать эту сцену, чтобы сэкономить. Сцена, в которой он появляется, была очень дорогой и не помогала сюжету, поэтому мы взвесили все плюсы и минусы и вырезали ее. Нам всем очень нравится Рейн, но его сцена не стоила таких затрат. Так что если фильм соберет кассу, то Рейн точно появится в сиквеле, который, кажется, уже совершенно точно сосредоточится вокруг Джонни Кейджа. Продюсер картины Тодд Гарнетт снова подтвердил, что они приберегли особые планы на Джонни для сиквела, и в сети уже появились слухи о том, что роль Кейджа предложили Киану Ривзу. Ну а мне кажется, что Киану больше бы подошла роль Ночного Волка, а вот на роль Кейджа можно было бы взять, например, Джона Сину. А кого бы вы хотели видеть в роли Кейджа? Напишите в комментариях. Киану Ривзу и без Мортал Комбата хватает работы. Netflix недавно анонсировал лайф-экшн-сериал по комиксу Киану Ривза «Берсекер» про бессмертного воина Берсеркера, внешность которому подарил сам Ривз. Киану Ривз не только сыграет самого Берсеркера в сериале, но и поработает над анимационным спин-оффом, который также уже в работе. Помимо этого Ривз появится еще как минимум в двух фильмах про Джона Уика, из которых, правда, выбыл создатель франшизы, сценарист Дерри Колстад. В подробности Колстад выдаваться не стал, но подчеркнул, что это было не его решение. А вот Чац Тахелски, который снял все фильмы франшизы, занял режиссерское кресло экранизации Ghost of Tsushima. Да, фильм по игре про феодальную Японию официально запущен в производство, но никаких подробностей пока что нет. Зато подробностями обзавелась другая игровая экранизация. Режиссер ребута Resident Evil, Йоханнес Робертс, раскрыл полное название его картины. Resident Evil – Welcome to Raccoon City. Как переведут это название наши локализаторы, остается только догадываться. Обитель зла, добро пожаловать в город Едота. Режиссер также рассказал, что это будет ансамблевый фильм, который сосредоточится на группе героев, которые встречаются в Раккун-Сити той самой судьбоносной ночью 98-го. Он также пообещал, что в фильме будет много отсылок к игре, вроде определенных ракурсов или звуков. Режиссер хотел передать мрачную жуткую атмосферу первых двух частей, а в особенности второй и ее ремейка, что очень радует. Ну а в качестве вдохновения Робертс использовал фильмы Джона Карпентера, вроде «Нападение на 13-й участок» и «Туман», которые очень похожи по атмосфере на первые игры серии. Окунуться в ностальгию, правда, нам предстоит позже, чем было запланировано изначально. Премьера картины была перенесена на два месяца, и теперь новый Resident Evil мы увидим аж 24 ноября. Ну а через три недели на экраны попадет новая лента Человека-пауки, съемки которой как раз закончились, так что уже очень скоро нам наверняка покажут первый тизер. О сюжете картины все еще ничего не известно, и мы до сих пор гадаем, вернутся ли старые пауки. Зато точно вернется Джей Джона Джеймсон, появление которого затизерил Джей К. Симмонс в одном из последних интервью. Я уверен, что все знают, что я могу снова появиться в мире Человека-паука. Что вовсе не удивительно, после финала «Вдали от дома», гораздо интереснее появятся ли в фильме «Старые пауки» или «Сорвиголова», о котором недавно ходили слухи. Тем более, что Marvel начали работу над сериалом про напарницу «Сорвиголова» из комиксов по прозвищу Эхо. По канону Эхо – это глухая супергероиня Майя Лопес, которая умеет в точности повторять движения и мимику других людей. Она также была первым Ронином, которым в киновселенной Marvel стал «Соколиный глаз». И именно в сериале про Хоу Кая и должна дебютировать Эхо, после чего она получит сольный сериал для Disney+. И она идеальный кандидат в команду «Юных мстителей», которые обязательно должны появиться в будущем. Логично. У DC тоже постепенно складывается своя каноничная команда – «Общество справедливости Америки». Студия нашла актера на роль доктора Фейта. Мага сыграет мой любимый Джеймс Бонд – Пирс Броснан. Появление героя произойдет в «Черном Адаме», который официально выйдет 28 июля 2022 года. Дату выхода эффектно раскрыл в своем инстаграме Дуэн Джонсон. «Черный Адам» станет частью переосмысленного будущего вселенной DC, в котором, к сожалению, нет места продолжению Лиги справедливости Зака Снайдера. Генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнов официально заявила, что компания не будет продолжать видение Снайдера. Вместо этого они планируют сосредоточиться на текущих планах развития своей мультивселенной, правда, без двух фильмов, которые уже были в разработке. Недавно студия официально заявила о прекращении работы над фильмом «Новый боги» и спин-оффом «Аквамена» «Впадина». Вот только фанаты этому не рады. Они запустили в Твиттере хэштег «Restore the Snyderverse», который уже набрал больше 100 миллионов твитов. Ворнеры смотрят и мои видосы, так что давайте мы подкинем дров в этот тренд и накидаем в комментарии хэштеги «Restore the Snyderverse», ведь в мультивселенной все сюжетные линии возможны, пусть даже в виде сериала для HBO Max. Согласны? Тогда ставьте тег в комментариях. Сам Снайдер посоветовал фанатам смотреть фильм на HBO Max, чтобы увеличить просмотры Снайдер-ката и убедить тем самым Ворнеров вернуться к продолжению его версии «Лиги справедливости». Правда, он сам уже практически полностью пересказал события трилогии в многочисленных интервью. В изначальном видении режиссера после первой части «Лиги справедливости» должен был выйти сольник Бэтмена с Беном Аффлеком, который рассказывал про противостояние Бэтмена и Девстроука. По словам Джо Монганиэлла, фильм должен был стать чем-то вроде игры Дэвида Финчера, но со сражениями в духе «Бэтмен Аркем Ориджинс». Узнав личность Темного Рыцаря, Девстроук начал разрушать жизнь Брюса Уэйна. Сиквел «Лиги справедливости» был посвящен вторжению Дарксайда на Землю, в ходе которого он убил многих героев, включая Харли Куин и Лоис Лейн. Это запускало события того постапокалиптического будущего, которое мы увидели в эпилоге. Чтобы отменить эти события, выжившие герои объединились с Джокером и захватили материнский куб, с помощью которого они создали космическую беговую дорожку, и Флэш, разогнавшись на ней, вернулся в прошлое, чтобы предупредить Брюса Уэйна и предотвратить гибель Лоис. Ну а в третьем фильме Атланты, Амазонки и люди объединились, чтобы противостоять Дарксайду и спасти Землю. Ну а в финальном сражении Бэтмен пожертвовал своей жизнью, и тогда Кларк и Лоис назвали своего ребенка Брюсом в честь защитника Бэтмена. И хоть он не унаследовал отцовских сил, Брюс стал новым Бэтменом, используя ресурсы Уэйна. Да, внимательные зрители заметили в одной из сцен Снайдер Ката тест на беременность в тумбочке у Лоис. Зак Снайдер подтвердил, что в фильме Лоис уже беременна. Он также рассказал, что самолет «Летающий лис» — это разработка Томаса Уэйна, отца Брюса. А реплика Джокера «Кто еще тебя так пощекочет?» была сымпровизирована Джаредом Лето, который думал, что она не войдет в финальную версию. Ну а если вы тоже задавались вопросом, почему Дарксайд и все его приспешники забыли, что именно на Земле находится уравнение анти-жизни, то и на это у Снайдера есть ответ. Он практически умер, когда вернулся на Апоколипс. Он долго сражался за власть, и когда восстановил свою мощь, все, кто сражался с ним в то время, уже были мертвы. Кроме того, Снайдер сказал, что сожалеет о том, что сольный фильм о Киборге так и не вышел. Дело в том, что он принимал активное участие в производстве «Чудо-женщины» и «Аквамена», но совсем не продвигал фильм про Киборга, потому что считал, что после «Лиги справедливости» студия обязательно его сделает. В итоге компания так и не стала снимать фильм про Киборга и уже вряд ли когда-то снимет, учитывая конфликт с Рэем Фишером, в котором, кажется, наконец-то поставили точку. Эн Сарнов объявила результат расследования, в котором было доказано, что экранное время Киборга было сокращено не из-за расовых предрассудков, а вмешательства Уолтера Хамады в расследование доказано не было. В ответ Фишер потребовал от компании опубликовать полное расследование. Своё мнение о Снайдеркате я уже рассказал вам в предыдущем видео, так что не забудьте посмотреть, если ещё не успели. Основной проблемой этого фильма мне показался неоправданно растянутый хронометраж и чрезмерный пафос, что в большей степени заслуга любимого Снайдером слоумоушена, которого по подсчётам оказалось аж целых 10% всего фильма, то есть целых 25 минут. Тем не менее, фильм тепло встретили, кажется, все, ведь он стал самым просматриваемым фильмом HBO Max за первую неделю после выхода. В первые три дня пользователи искали фильм гораздо чаще, чем «Чудо-женщины» 1984-й, и даже саундтрек Снайдерката возглавил топ iTunes. Джан Кейксел полностью перезаписал всю музыку, которую изначально писал для фильма в 2017 году, а всё потому, что ему хотелось сделать этот фильм лучше. «Думаю, как композитор я вырос за последние годы, ведь я успел поработать с такими великими режиссёрами, как Роберт Родригес, Джеймс Кэмерон, Питер Джексон, Тим Миллер и Джордж Миллер. Поэтому во время просмотра фильма, который монтировал ЗАГ, я подумал, что я должен сделать лучшее, что я могу предложить». Вместе с продолжением «Лиги справедливости» фанаты требуют от Ворнеров выпустить и режиссёрскую версию «Отряда самоубийц» «Эйркат». Но шансов, что фильм всё-таки выйдет, мало. Энн Сарнов сказала, что «Снайдеркат» был разовой акцией, и восстанавливать версию Дэвида Эйра никто не собирается. На это Дэвид Эйр ответил в Твиттере грустным смайликом и вопросом «почему?». Так что будем надеяться, что ему и фанатам удастся уговорить компанию сделать тот фильм, который нам обещали. Но в любом случае, годный «Отряд самоубийц» мы точно увидим. Ведь Джеймс Ганн на днях опубликовал сразу два трейлера своего нового фильма «Отряд самоубийц. Миссия на вылет», которые знакомят зрителей с героями фильма. Первый трейлер оказался шутливым и весёлым, а вот второй гораздо серьёзнее. Я уже их посмотрел и даже записал для вас свою реакцию, а сейчас уже приступил к разбору. Так что наберитесь терпения, разбор будет большим и детальным. Ведь в трейлерах было очень много деталей, которые вы могли не заметить. К примеру, доктор, который вживляет суперзлодеем Чипа в шею, это сам создатель «Отряда самоубийц» Джон Астрандер. А вот «Короля акул» озвучивает Сильвестер Сталлоне, который уже официально это подтвердил. А вот молодого Вина Дизеля в «Девятом форсаже» сыграл его миниатюрный генетический полуклон. Сын Вина Дизеля, Винсен Синклер. Он появится во флэшбеках, что неудивительно, ведь фильм будет крутиться вокруг брата Доминика, который будет главным антагонистом. Другой «Лысый» из «Форсажа» тоже недавно появился в первом трейлере очередной криминальной драмы Гая Ричи под названием «Гнев человеческий». Причем премьеру долго ждать не придется, фильм с Джейсоном Стэйтома выходит уже 22 апреля. Также на прошлой неделе нас посетил первый трейлер новой части «Пилы» с под заголовком «Спираль». Девятая часть франшизы выходит уже 14 мая, так что игра на выживание начнется уже очень скоро. К параду трейлеров присоединился и новый космический джем «Наследие», а также другие два наших любимых мультяшки – Рик и Морти. «Безумная парочка» анонсировала выход нового сезона в первом трейлере, переполненном их фирменным абсурдным юмором. Пятый сезон сериала выйдет 20 июня на Западе и 21 в России, в традиционной озвучке «Сын Дука». Дисней тоже решили порадовать и выпустили трейлер мультсериала во вселенной «Звездных войн» «Бракованная партия». И он выглядит как прямой наследник других мультфильмов по «Звездным войнам». В трейлере мелькают каноничные персонажи, вроде «Генерал Таркина» и «Феник Шант». Премьера состоится 4 мая на Disney+. Также поклонников «Звездных войн» порадовал официальный анонс касты сериала про Оби-Вана Кеноби, который вы можете увидеть на экране. Ну а Netflix раскрыл актеров, которые присоединились к съемкам второго сезона «Ведьмака». А Джо Андо сыграет Ненеке, Кэсси Клэр – Филиппу Эйлхарт, Лис Карфен, Грэм Мактавиш – Дикстру, Кевин Дойл – Беллиана, Саймон Кэллоу – Кодрингера и Крикс Фултон Риенса. И, конечно же, в сериале появится каноничный злодей «Дикая охота», который уже заметили на съемках. Анимационный спин-офф «Ведьмака» The Witcher Blood Origin тоже не остался в стороне и обзавелся исполнителем главной роли. Главного героя Фиала озвучит Лоуренс Оуфуарайн. А если вам не хватит «Ведьмака», то на HBO скоро будет предостаточно фэнтези-сериалов. В работе уже находится несколько спин-оффов «Игры престолов», а теперь HBO заключили восьмизначный контракт с Джорджем Мартином. Контракт рассчитан на пять лет, в течение которых Мартин будет работать над несколькими сериалами для HBO и HBO Max. Не отстает и Дисней, запустивший в работу сериал по сокровищам нации. Сериал расскажет про девушку Джесс Моралес, которая ищет какое-то сокровище, параллельно раскрывая семейную тайну. Шоураннером станет Мира Наир, тогда как сценарий напишут сценаристы полнометражных фильмов франшизы – Мариана и Кормак Уиберли. Кстати, третий фильм тоже находится в производстве, но пока без подробностей. Ну а Paramount работает над новыми трансформерами, вот только новый фильм не будет иметь отношение ко вселенной Майкла Бэя, где уже разрабатывается фильм про битву зверей. Картина запустит отдельную серию, а сценарий напишет Марка Рамирес, шоураннер защитников от Netflix. И, наконец, еще одна хорошая новость – вторая и третья части детектива «Достать ножи» точно выйдут. Netflix купил права на франшизу за 400 миллионов долларов и планирует начать съемки сиквелов уже этим летом. В режиссерское кресло вернется Райан Джонсон, а Дэниел Крейг должен вновь сыграть главную роль. Новостей видеоигр на этой неделе совсем немного, но несколько интересных я все же расскажу. В сети появились очередные подробности новой версии Nintendo Switch. Консоль должна получить улучшенный чипсет от Nvidia, который позволит запускать игры в 4К в стационарном режиме. Заодно это увеличит мощность приставки и улучшит графику в играх. А вот новая Call of Duty, по слухам, вернется к сеттингу Второй мировой войны и будет называться Vanguard. Источник Modern Warzone сообщает, что при этом игра расскажет об альтернативной истории, в которой Вторая мировая не закончилась после 1945 года. Тем временем Remedy, по слухам, работает над продолжением Алана Уэйка. Игровой инсайдер Джефф Граб утверждает, что спонсирует разработку Epic Games, сделавшей разработчикам лучшее предложение. Ну а Daedalic Entertainment показали первый геймплейный трейлер игры The Lord of the Rings Gollum, где игрокам предстоит путешествовать по Мордору в роли Голума. Событие происходит незадолго до событий Властелина Колец, когда Голума пленился урон, так что игра должна быть ближе к канону, чем Средиземье Тени Войны. На HBO Max вышла черно-белая версия Лиги Справедливости, которую Снайдер называет своей любимой версией фильма. В России на большие экраны наконец-то вышел наш отечественный блокбастер, майор Гром Чумной Доктор, от которого критики остались в восторге, тогда как в соседних залах разворачивается битва Кадзю в Годзилле против Кинг-Конга. На Netflix можно посмотреть сериал нерегулярной части про компанию уличных детей, которые выполняют поручения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а также аниме по доте от создателей аватара Легенда Кори. На Амазоне состоялась премьера мультсериала «Неуязвимый» про молодого и могущественного супергероя, а вот на кинопоиске доступна аферистка с Розамон Пайк в главной роли. Среди видеоигровых релизов стоит отметить выход шутера от People Can Fly в стиле Mass Effect и Gears of War, Outriders, а также сиквела злого гения Evil Genius 2, VR-версии Doom 3 и кооперативные адвенчуры It Takes Two, которая, кажется, уже покорила сердца всех геймеров. Ну а на Nintendo Switch состоялся релиз долгожданного Monster Hunter Rise. Бесплатно в Epic Games Store до 8 апреля можно забрать стильную приключенческую головоломку Tales of the Neonster. А вот Sony приготовила своим игрокам сюрприз. С 25 марта по 22 апреля по акции Play at Home игроки смогут забрать Abzu, Enter the Gungeon, Res Infinite, Subnautica, The Witness, а также несколько игр для VR, Astro Bot Rescue Mission, Moss Thumper и Paper Beast. И это не всё. 19 апреля к этому списку добавится полная версия Horizon Zero Dawn, так что не пропустите. Подписчикам PES Plus в апреле раздадут симулятор байкера во время зомби-апокалипсиса Days Gone, а также Zombie Army 4 Dead War, в которой тоже придётся заняться отстрелом живых мертвецов. А вот обладателям PlayStation 5 дадут Old World South Storm. В нинтендовском e-shop тоже неплохие скидки, до 75% на лучшие мультиплеерные игры, так что надо будет и мне не просрать Ultimate издание Mortal Kombat 11. Ну а я сейчас смотрю очень весёлый и лёгкий сериал Shit's Creek, который влюбил меня в персонажей и продолжаю проходить краша Бантикута, вспоминая, как сильно я любил это чувство совершенствования своих навыков с каждым проигрышем. Ну и вспоминаю, как сильно я нервничал из-за его сложности. В конце марта 1996 года зрителей развлекала комедия «Сержант Билка», а киноценители погружались в необычную мелодраму «Ускользающая красота». 2001 подарил нам культовых детей-шпионов, мечту детей и подростков начала нулевых. Это сейчас Перс Броснан стал доктором Фэйтом, а в прошлом веке он был Бондом, и в 2001 он как раз вспоминал шпионскую молодость в триллере «Портной с Панамы». Мотивировал на изменения «Мирный воин», про гимнаст и его жизнеутверждающую философию, пока хоррор «Остаться в живых» пугал зрителей жутким сюжетом. А на смену ледниковому периоду пришло глобальное потепление, о котором рассказали в мультфильме «Ледниковый период 2. Глобальное потепление». В 2011, за 10 лет до выхода Снайдер Ката, Зак Снайдер куролесил в фэнтези-боевике «Запрещенный прием», а также в канун Пасхи на экранах шел «Бунт ушастых» про пасхального кролика, сбежавшего в Голливуд ради новой жизни. «День сурка» переживал очередную ринкарнацию в одном из моих любимых фильмов «Исходный код», который, кажется, ценили все зрители. Тарантино вспоминал кровавую молодость вместе с режиссерской версией «Убить Билла» под заголовком «Кровавое дело целиком», которая объединила два фильма в одну четырехчасовую картину. Но игроки вовсю покоряли гоночные треки в ответвлении серии Need for Speed под названием «Shift 2 Unleashed». В 2016-м Киану Рифф стал адвокатом в «Защитнике», тогда как Тайка Вайтити за год до дебюта в КВМ снял комедию «Охота на дикарей» про подростка его приемного отца, преследуемых органами опеки. Геймеры в это время вовсю осваивали космос с игрой Adrift, вдохновленной гравитацией и сетевой Ив Валкирии, VR-спин-оффи Ив Онлайн. А тем временем хардкорная аудитория страдала в Dark Souls 3, пытаясь отсрочить гибель фэнтезийного лотрика. А что из этого смотрели и полюбили вы? Напишите в комментариях. Ну что ж, это были все интересные новости, о которых я хотел вам рассказать. Если вам понравилось, то не забудьте ставить свои информационные лайки, ну и подписывайтесь на CutTheCraft. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. CutTheCraft. Мы режем кинобиты.